Библейский портал экзегет.ру представляет и выше одновременно подъем к какому-то богопознанию. Вот 124-й у нас заговорил первый из псалмов восхождения о Боге, какой Он есть. Понятно, что об этом можно говорить бесконечно, восходя на все более высокую ступень понимания, но 125-й как будто уходит немножко в сторону. Прочитаем его, песнь «Восхождение». «Когда Господь пленников Сиону вернул, нам, казалось, мы видим сон. Уста наши смеялись, уста наши пели хвалу, говорили народы, глядя на нас. Сотворил с ними чудо Господь, сотворил с нами чудо Господь, и мы веселились. Пленников наших верни, Господь, как воды высохшие русла юга. Тот, кто со слезами сеял, будет с радостью сжать урожай. Шел сеятель, шел и плакал, но он вернется с весельем, неся снопы». Два очень простых образа. Это человека, который плачет и сеет, но очевидно, потому что не надеется собрать урожай, там почва плохая, дождей нет, а урожай будет таким роскошным, что он очень этому обрадуется. А еще, вот нам это трудно понять, и сухшие русла юга, это называется ваде, когда идет дождь, то наполняется русло водой, причем очень бурные потоки, а когда дождя нет, то вся эта вода утекает, ничего не остается. И понятно, что когда наполняется это русло водой, то это очень хорошо в этих засушливых краях, потому что эту воду можно собрать, ей можно напоить скот или поля полить, и все такое прочее. И вот с этим сравнивается возвращение пленников. Откуда? Из Вавилонского ли плена? Может быть. А может быть вообще из какого-то набега, когда увели этих самых пленников, а крестные народы такое было не раз. А вообще-то, может быть, это даже не пленники, а благополучие, счастье Сиона. То есть бывает черная, бывает белая полоса. Но у нас это как такая абстрактная картина. Вот иногда хорошо, иногда плохо. Так вот, как ляжет жеребие. А тут Господь, который возвращает, как воду в сезон дождей, в эти самые пересохшие русла, так Он возвращает счастье Сиона или пленников Сиона. Сиона – это холм, на котором стоит Иерусалим, главный из них, поэтому это, конечно, Иерусалим и Иудея, и урожай народу. А зачем это здесь при восхождении в храм? Причем здесь это, наши пленники или наше счастье? Смотрите, это очень важная вещь. То есть судьба нашего народа, говорит псалмопеевец, зависит от Господа. Он возвращал нам благополучие, он еще может это сделать. Давайте не будем об этом забывать, что это не просто личная боль человека. На меня напали, все плохо, все плохо, как в 119-м псалме он кричит. Но это история народа. И вот что в этом народе происходит? Как сделать так, чтобы этот народ остался жить на своем месте? Об этом скажет 126-й.